МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные события города и региона в ближайшие 15 минут. Здравствуйте! В эфире новости Тольятти. В студии Иван Шумилин. Смотрите сегодня. Событие важное для всего региона. Большой театр и правительство Самарской области заключили соглашение о сотрудничестве. Владелец земли потребовал от приюта для птиц освободить территорию, куда теперь отправятся совы, ястребы и другие редкие пернатые. Прививки от ковида сделали уже почти 135 тысяч жителей региона. Наши корреспонденты пообщались с женщиной, для которой вакцинация от ковида в буквальном смысле путевка в большой мир. Проводили зиму и напекли блины. Все в лучших народных традициях. В Тольятти отметили масленицу. Большой театр и правительство Самарской области заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали в Москве губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и генеральный директор Большого театра Владимир Урин. Это важное событие для региона, которое открывает новые возможности для взаимодействия с одним из самых авторитетных в мире театров оперы и балета. Напомним, что в Самарской области Большой театр России связывает очень важное историческое время. С осени 1941 до лета 1943 года, когда Куйбышев был запасной столицей страны, Большой театр находился там в эвакуации и почти два года работал на Самарской земле. За это время были поставлены 14 спектаклей, 9 опер и 5 балетов. Сегодня мы подписываем соглашение и хочу отметить, что отдельным пунктом указано как раз то, что сохранение памяти о этих очень тяжелых годах, годах эвакуации Большого театра на Самарской земле положение в этом документе, в этом договоре отмечено отдельно. У нас действительно замечательные планы. Планов действительно много. На ближайшие годы запланирована реализация сразу нескольких совместных проектов. Уже в сентябре балетная труппа Большого театра приедет в Самару, где покажет спектакль «Светлый ручей» на музыку Шостаковича. А в марте 2022 года оркестр Большого театра приедет с гастролями в Самару и в честь 80-летия первого исполнения седьмой симфонии Шостаковича исполнит эту симфонию еще раз. В Тольятти приют для птиц несут бульдозерами. Такая информация накануне появилась в социальных сетях. Сотрудники питомника рассказали, что владелец земли Федеральное медико-биологическое агентство попросило освободить территорию, уже отключен свет и вода. На освобождение площади дали всего две недели. Реакция от городской администрации уже последовала. Сейчас идет работа по поиску альтернативной площадки для размещения приюта. В собственности городского округа, где мог бы разместиться приют. Одну из таких территорий в городской черте представители общественной организации осмотрят уже сегодня. Речь идет о площадке бывшей военной части за Московским проспектом. Напомню, в этом году приюту исполняется 46 лет. Здесь птицы проходят лечение и реабилитацию. Только не все, к сожалению, смогут жить дальше на воле. Часть птиц остаются в приюте на постоянной основе. Им требуется ежедневный уход. Это порядка 120 пернатых. Таких, кто возвращается к своей привычной жизни на воле, порядка 200 в год. К другим новостям. В Тольятти будет усилен контроль за рыбаками. К концу этой недели температура поднимется до плюс 4 градусов. Ледяной покров уменьшается. Вероятность несчастных случаев возрастает. Исполняющий обязанности главы Тольятти Игоря Ладыко поручил провести постоянный мониторинг за точками выхода на лед, вести разъяснительную беседу с людьми и передавать всю информацию в Центр гражданской защиты. Проводили зиму, напекли блины. Все в лучших народных традициях. В Тольятти отметили масленицу. Весь день по всем районам Автограда курсировала праздничная автоплатформа. С музыкой и поздравлениями предлагаем вам посмотреть, как это было. Песни, поздравления, круговорот масленичных забав. Автоплатформа, встречая добрую масленицу, стартовала в микрорайоне Поволжский. Дальше в маршруте были Федоровка, Шлюзовой и все три района Тольятти. Праздничное настроение горожанам дарили многочисленные артисты. Как на масляной неделе мы блиночка захотели. Ой, блины мои, блины, блины масляные. Ой, блины мои, блины, блины масляные. Скоро весна. Это начало новой жизни. Начало новой любви. Начало нового тепла везде. И давайте все вместе надеяться, что у нас все будет хорошо. И ребятишки вместе с нами. Они все время будут улыбаться. И будь у вас дома царит счастье. Потому что сегодня великая и широкая масленица идет по всей стране. Настоящий русский праздник, который давайте мы уже проводим зиму. Встречим весну, встретим тепло, встретим улыбки, встретим хорошее настроение. С праздником вас всем. Самый вкусный праздник, который сегодня есть. Я надеюсь, что с уходом зимы уйдут все горести и печали. А придет только хорошее настроение и самое главное солнце. В конкурсах и викторинах тольяттинцы выигрывали вкусные подарки. Особой активностью отличались, конечно же, дети. В народе масленичная неделя. Первый день понедельника как называется? Встречный день. Правильно, молодец. Этот день называется встреча. Получай подарок. За что масленичная неделя? За блины, за веселье, за русскую душу широкую, за гулянья. Что скоро будет весна. Больше всего людей собралось на центральной площади города. Они пришли с семьями, с детьми, пели, танцевали, делились хорошим настроением со всеми окружающими. Масленица с весной наступающая. Всем здоровья, счастья, хорошего настроения. Представление показывали. Там нас поздравляли с масленицей. Все понравилось. Приехала масленица, музыка, поиграли. Все прекрасно было. Хороший праздник. Все ждут тепла, весны. И все хорошее настроение. И день этому соответствует. С праздничной автоплатформы прозвучало видео поздравление епископа Тольяттинского и Жигулевского Нестора. В это время церковь также приглашает всех к обновлению. И в первую очередь это касается души. Уж больно быстро душа обрастает грехами, перестает быть чувствительной к окружающим, теряет связь с Богом. Ей нужно дать второе дыхание, очистить от всего плохого и направить на доброе. Масленица с древних времен один из любимых праздников на Руси. Масленичную неделю по традиции завершает Прощенное Воскресенье. Сегодняшнее воскресенье называется Прощенным Воскресеньем. Простите прощения друг у друга для того, чтобы в пост войти с чистой совестью. Многие православные верующие планируют соблюдать Великий пост. Праздничная программа автоплатформы прошла также возле храмов Иоанна Богослова и Спаса Преображенского собора. Последней точкой маршрута праздничной автоплатформы стала площадь у Дворца спорта Волгарь. Поздравляем всех жителей города Тольятти и Самарской области с праздником Масленицы. Желаем здоровья, самое главное, веселья, радости, счастья. Мы приехали на праздник с нашей организацией КЛИО, ребята очень рады. Вот Наташа у нас сосиски выиграла на конкурсе, очень рада. Праздник очень понравился, все было супер. Очень интересно, что в нашем городе проходят такие мероприятия. Юлия Шевцова, Владимир Никитин, Новости Тольятти. Третий месяц в Самарской области идет вакцинация от коронавируса. Сделали прививки уже почти 135 тысяч жителей региона. Более 80 тысяч из них полностью завершили двухэтапную вакцинацию. Со многими встречались телевизионные съемочные группы и не раз слышали, что главный мотив людей – защитить себя и здоровье своих близких. Но помимо этого находится масса других житейских причин пройти иммунизацию. Желание много и беспрепятственно путешествовать, проводить рабочие встречи оффлайн, навещать пожилых родственников. Для героини нашего следующего репортажа – прививка от COVID-19 в буквальном смысле путевка в большой мир. Глаза горят, как в юности. Тамаре Александровне только по паспорту 64 года. В жизни она налегке колесит по России, дружит с сотнями людей по всей стране и знает слова приветствия на десятках языков. Для серебряного волонтера с опытом работы на международных мероприятиях это обычное дело, нарушила которое только пандемия. Без прививок можно не попасть работать в качестве волонтера на мероприятии. Почему? Дело в том, что у каждого организатора мероприятия есть определенные требования к работникам на данном мероприятии. И для волонтеров, прежде всего, как нам говорят на всех обучающих мероприятиях, на всех обучающих уроках, что мы должны прежде всего думать о своей безопасности. А вот как раз прививка и дает эту безопасность. За защитой от нового коронавируса Тамара Александровна пришла в Самарскую городскую поликлинику номер 3. 21 день назад женщина сделала первую прививку препаратом «Спутник Ви». Теперь время завершить вакцинацию. Первую вакцину принесла хорошо. Никаких отклонений не было ни по температуре, ни по самочувствию, ни по тому, как выглядело место, в которое отололи вакцину. Вот, краснений ничего не было. Сейчас тоже, в принципе, ничего не есть. Так как я волонтер, есть возможность работать на международных мероприятиях. Я думаю, что вот после этой прививки будет какая-то гарантия для того, чтобы допустили до работы на этих мероприятиях. С 2016 года, когда Тамара Александровна записалась в волонтеры, череда ярких событий не прекращалась. Кубок по футболу в Казани, всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, матчи чемпионата мира по футболу в Самаре, форум Евразия в Оренбурге. Этот сертификат и защита, которую дает прививка от ковида, помогут продолжить активную жизнь. Вакцинация у нас началась в декабре. Сначала, значит, у нас вакцинация проходила люди из группы «Риска». Мы приглашали медработники, очень шли активно, педагоги и социальные работники. После Нового года начали прививать уже все население, Самарский район, Ленинский район и из других районов. К нам очень активно шли. Уже около 2000 у нас прошли вакцинацию, естественно, первого и второго этапа. Вакцинация очень нужна и очень необходима. В регионе открыто более 140 пунктов вакцинации. Записаться на прививку от ковид-19 можно по телефону горячей линии 122 и на портале госуслуги. Игорь Ильичман, Новости Тольятти. Из интернета в реальность. Финансово-грамотный код Сберкод живет в Сбербанке. Знает многое о финансовой грамотности, о том, как копить и вкладывать деньги. Вот уже месяц у жителей Тольятти есть возможность собрать коллекцию из семи игрушек из коллекции Сберкод. Подробности далее. С 1 февраля у жителей Тольятти есть возможность участвовать в акции Сбербанка и получить возможность стать обладателем одной или нескольких игрушек из коллекции Сберкод, популярного персонажа Сбербанка из виртуальной реальности. Сберкод – это не просто персонаж, это часть нашей команды. За время своего существования из финансового чат-бота он вырос в героя собственной армии поклонников. В своей группе ВКонтакте у него более 4 миллионов подписчиков. Сберкод – это яркий талисман Сбербанка, который просто и доступно пропагандирует финансовую грамотность в соцсетях среди подрастающего поколения. Всего в коллекции семь игрушек. Например, помимо Сберкод с вкладом, кредитом или банковской картой, есть также Сберкод, представляющий сервисы экосистемы Сбера. Чтобы получить игрушку в подарок, нужно прийти в отделение Сбербанка в Тольятти и оформить один из продуктов, участвующих в акции. К примеру, это может быть банковский вклад, кредит, дебетовая карта или подписка Сберпрайм. Акция Сбербанка продлится до 31 марта 2021 года включительно или до исчерпания призового фонда в 32 офисах Сбербанка в Тольятти. Для тех, кто загорелся идеей собрать коллекцию полностью, советуем торопиться. Количество Сберкодов ограничено. Иван Шумилин, Дмитрий Котельников. Новости Тольятти. И о спортивных событиях спонсор рубрики «Салон Штор Аллегра». Шторы Аллегра. Хорошие ткани по недорогой цене. Бесплатный пошив в Тольятти. Телефон 8-987-444-4469. Гонщик Даниил Иванов – обладатель Кубка России по мотогонкам на льду 2021 года. Восьмым этапом Кубка страны в Югорске завершился зимний сезон в России. Победителем этапа и победителем всего многоэтапного Кубка стал капитан Тольяттинской мегалады Даниил Иванов. В спортивном комплексе «Акробат» прошли чемпионат и первенство Тольятти по косике каратэ. Этот турнир стал первым в ряду отборочных соревнований для формирования сборной команды Самарской области на участие в открытом Кубке России и других всероссийских турнирах. И о погоде рубрику представляет сеть магазинов «Камышинский текстиль». Продукция «Камышинского текстиля» – это широкий ассортимент и высокое качество готовых изделий. Цены от производителя. Подарите домашнее тепло себе и своим близким. Фирменные магазины «Камышинский текстиль» предлагают постельные комплекты, полотенца, пледы. Цены от производителя. Действуют скидки. «Камышинский текстиль» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...